Привет, народ! С вами снова Айбек Азымов. В этом видео я вам покажу фильтры от биогаза. Я случайно в архиве нашел свое старое видео, как я показывал свои фильтры, которые делал кустарным способом в домашних условиях. Из всего все, что есть. Ну, короче, старые трубы, все, что нашел. Посмотрите это видео, может, какое-то у вас полезное будет. Может быть, вы из этого что-то возьмете, но советовал вам, исходя из своих ошибок, фильтр для влагоочистителя сделать побольше. Ну, я совсем его маленький делал, но я делал на пробе как клапана. Ну, как клапан вы можете его сделать для дома перед тем, как вы будете сжигать газ. То есть у вас будет и клапан, чтобы обратный клапан не был, плюс еще будет у вас небольшой фильтрчик. Посмотрите видео, ну, сильно не жалуйте, потому что старое видео, качество немного хромает, и там мне, скорее всего, я очень молодой, там, 2014 год. И комментариям напишите, какие у вас вопросы еще возникли от этого видео. Может, такое видео, может, если я, может быть, я сейчас не могу показать биогаз, если где-то получится возможность, я вам покажу обязательно. Но если какая-то информация нужна, я обязательно сделаю для вас видео. С объяснительным, более полезным, познавательным. Продолжаем. Фильтры, которые я делал сам для домашнего использования. Это наш первый влагоделитель и, как бы, очиститель влаги из углекислого газа. Фильтры я делал сам лично. Эта труба где-то подается до 5 сантиметров глубины. Через нее проходит газ с помощью пробульки, или она идет к этому фильтру. Есть небольшие доработки, которые я сейчас буду делать в дальнейшем. Сюда и сюда я устанавливаю краники, чтобы время от времени менять воду. Газ проходит через... Это как бы у нас и отделять углекислый газ, также и влагоделитель. Плюс он еще работает как лапа. Через нем газ подается в сероводородный фильтр. В этом фильтре газ проходит, туда вниз подается, и через стружки он уже проходит, отсюда выходит потребитель. Я его сделал с кранцами, чтобы время от времени менять стружку. Стружка со временем превращается в сел. Она ржавеет, исчезает и меняется ее. В этом фильтре тоже есть небольшая недоработка. Сюда надо поставить краник, чтобы времени от времени сливать конденсат, который у влага накапливается в этом. Также эту подачу газа можно пропустить через внутреннюю часть ради инцинера, чтобы газ проходил лично через стружки. Это и есть мои домашние фильтры. Спасибо за внимание.